Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа в центре событий. Я ее ведущий Александр Федосов с удовольствием представляю вашему вниманию управляющего директора Северского трубного завода Михаила Васильевича Зуева. Михаил Васильевич, я рад приветствовать вас в эфире телерадиокомпании «Одиннадцатый канал». Добрый день! Наша программа выходит дважды в год по традиции. Дважды в год мы подводим итоги в канун года календарного и в канун года металлургического. Самые главные, самые яркие, самые запоминающиеся события, мы говорим именно о них. И благодаря этой традиции у наших телезрителей появляется возможность на регулярной основе, системно узнавать о том, что важного происходит на нашем предприятии. Вот и сегодня наш разговор я предлагаю начать с просмотра видеоряда, фильма, в котором мы подвели некий итог металлургического года. Самые яркие, запоминающиеся, интересные и важные события. Продолжение следует... 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 Буквально в канун нашего замечательного праздника, Дня Металлурга, коллектив электростолеплавильного цеха преподнес, по сути дела, замечательный подарок. Они показали великолепные результаты, рекордные показатели практически впервые за 7 лет с момента освоения новой технологии. Вот хотелось бы транспорировать успех электростолеплавильного цеха на трубопрокатный цех, ведь именно он определяет сегодня устойчивое развитие Северского трубного завода. Как идет освоение новой технологии там? Каких успехов добились? Освоение стана, в общем-то, идет нормально. Есть свои проблемы. Я уверен, что коллектив специалистов завода и цеха справится с той задачей, которая стоит. Хотел бы еще обратить внимание на то, что действительно наши мощности, которые мы запустили в эксплуатацию более 7 лет назад, стали плавильный цех, они продолжают максимально наращивать объемы производства. И в канун нашего праздника действительно установили своеобразный рекорд. Для 20 рабочих дней они произвели 85 тысяч тонн стали. И это для такого календарного периода является действительно рекордом. Сталеплавильный цех работает у нас стабильно. Это говорит о том, что те инвестиции, которые мы вложили в наше сталиплавильное производство, они успешно дают ту отдачу, которую мы от них ожидали и которую мы закладывали в обосновании наших инвестиционных проектов. Следует сказать, что в целом по нашим производственным показателям коллектив завода справился со всеми поставленными нашими акционерами задачами. Мы практически перевыполнили производственные задания по всем производственным подразделениям, кроме трубосварочного цеха. Но если смотреть наши показатели относительно предыдущего года, то я к удовольствию должен проинформировать вас о том, что мы приросли к предыдущему году практически по всем производственным подразделениям. Приросли по стали порядка 6% относительно предыдущего периода прошлого года. Приросли по трубопрокатному производству, по нашему основному, так сказать, цеху, который формирует основные показатели. Прирост объема производства относительно прошлого года составил 133% с лишним. Это очень серьезный такой прирост. Естественно, благодаря вот такой работе мы практически выполнили задачи, помесячно выполняя задания нашей компании. Есть, конечно, там проблемы, не без этого. Это отдельный разговор. Естественно, на каждом новом агрегате всегда есть период, когда идут определенные шероховатости, определенные неисправности. Коллектив работает, специалисты модернизируют оборудование, что-то меняют, что-то корректируют. Но в целом, естественно, мы видим, что есть позитивное улучшение. И самое главное улучшение – это то, что идет такой мощный прирост объемов производства. Несмотря на то, что сегодня на рынке существуют серьезные проблемы с реализацией сварной трубы, мы даже и здесь относительно прошлого года приросли порядка 10%. По ТМК КПВ прирост менее значительный, но тоже порядка 4%. Есть прирост объемов производства, даже не 4%, а 6%, извиняюсь. Есть прирост объемов производства относительно прошлого года. Но надо сказать, что коллектив Северского трубного завода в этот металлургический год в отношении производства сделал и выполнил все, что необходимо было выполнить, для того, чтобы удовлетворить ожидания наших потребителей и ожидания наших акционеров. В ТПЦ-1 в этом году заработала нарезная линия номер 5. Вот мы сейчас находимся буквально в преддверии строительства термоотдела. Это масштабные, достаточно значимые мероприятия в рамках реконструкции Северского трубного завода. Как обстоят дела с этими знаковыми объектами? – Это прекрасно, что в этот период мы продолжаем инвестировать. И спасибо за это нашим акционерам. Сегодня у нас остается в активе несколько проектов, которые в стадии завершения или освоения. И есть новый проект. В стадии завершения у нас освоение технологии мастерской оправок, которую мы запустили год назад. Здесь мы стремимся наработать технологии, сделать все для того, чтобы мы удовлетворяли свою потребность в ремонте оправок и удовлетворяли заказы наших уважаемых партнеров по компании. Потому что мы говорили, мощности, которые мы туда закладываем, способны не только удовлетворить свои запросы, но и оказать поддержку нашим корпоративным заводам. И на этом, естественно, зарабатывать какие-то дополнительные средства. Процесс идет нормально. Мы запустили в эксплуатацию пятую линию. Она находится сегодня в состоянии, будем говорить, освоения. Тоже есть некоторые проблемы, они весьма естественны. Но шаг за шагом мы решаем эти вопросы. И наши новые мощности по отделке нашей трубной продукции, значит, они способны будут, естественно, выполнять те задачи, которые в целом стоят перед заводом. Самое главное, что мы подписали контракт на строительство термоотдела. Мы сегодня получили стройзадание. Идет полномасштабное проектирование. Наши специалисты работают. Состоится вот в 30-ю неделю, значит, где-то в конце этого месяца, в начале следующего встречи, наших партнеров, проектировщиков, значит, поставщиков оборудования фирмы «СМС-Зимак», или как мы ее прежде называли «СМС-МИР». Наш партнер уточняется многие вопросы конструктивные. И я уверен, что к сентябрю месяца у нас практически будет в основном весь комплект проектной документации. И строительные организации приступят к созидательным процессам. Сначала это будет приведение в порядок того здания, в котором мы его располагаем, наш термоотдел. И задача стоит такая, чтобы мы к концу следующего года, по сути дела, полностью завершили строительные работы, монтажные работы и по зданию, и по основной линии. И в первом квартале 2018 года запустили эту мощность в эксплуатацию. Сегодня все для этого есть. Начинаем работать, как мы это умеем. Проводим тендерные процедуры с подрядными организациями. С 1 сентября приступаем к созидательным работам. Очень радует то, что, несмотря на изменившиеся экономические условия, акционеры продолжают инвестировать в развитие нашего завода. Мы в прошлый раз говорили, что практически в завод вложен в докризисных деньгах практически миллиард долларов. Мы построили за эти деньги два новых производства. Мы перестроили с вами две трети завода. Мы создали практически порядка 70% от общего количества рабочих мест новые рабочие места или модернизированные старые. Это говорит о высокоэффективности, о тех технологиях, которые позволяют вести высокоэффективно нашу производство.